МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Павел Давыдов. Здравствуйте! В эфире программа «Коллегия», объединяющая журналистское сообщество из разных регионов России. Это взгляд изнутри на конкретный город, село, деревню и живущих там людей. Как всегда, мы покажем лучшие работы, которые заслуживают отдельного внимания. В России около 100 тысяч незрячих людей, при этом примерно 20% инвалидов по зрению молодежь. Чем увлекаются куряне с нарушением зрения? Этим вопросом задались журналисты местного телеканала и выяснили, что люди с ограничениями по здоровью, наметив цель, уверенно к ней идут. Они могут обыграть соперника, поставить танец с собакой под живую музыку, выиграть кулинарный поединок, освоить езду на велосипеде с напарником. Об этом в специальном репортаже курской телекомпании «СЕЙМ». Зоя Полякова – одна из самых узнаваемых курянок, во многом благодаря своей огромной собаке с забавной бородкой. Ризеншнауцер – нетипичная порода для поводыря, поэтому пёс-войс такой в России один. Могучий зверь не только помогает хозяйке ориентироваться на местности и в быту, но и вальсирует под живую музыку. Несколько дней назад дуэт выступил на конкурсе «Дорога добра» с уникальным номером. Кинологический фристайл – вид спорта, где оценивается не только исполнение трюков, но и артистизм и синхронность собаки с хозяином. Танец всё-таки. Чтобы выступление удалось, четвероногим другом нужно договариваться, особенно когда не отслеживаешь его действия визуально. Зоя Полякова называет это «надеяться на порядочность». Я, допустим, сказала «поклон», а я не знаю, правильно выполнил или нет. То есть здесь, опять же, только на порядочность надеешься. Выполнил? Выполнил. Помимо дрессировки собак, Зоя исполняет главную роль в театре для незрячих, играет в настольный теннис и участвует в соревнованиях по велоспорту на двойных велосипедах со зрячим пилотом. Я принимала участие в областных соревнованиях в Баяне по велосипедному спорту на шоссе в номинации «Байк-тандем», в категории «Байк-тандем». Заняла там второе место. Не было подразделений на мужской экипаж, женский экипаж. То есть я с мужиками соревновалась, наездила второе место. Энергии у нашей героини так много, что в свободное время она учит собаку новым забавным трюкам, например, парковаться в автобусе. Паркуйся, пожалуйста. Иди, паркуйся. Паркуйся. Паркуйся, паркуйся. Давай. А пока Зоя Полякова успешно паркует войсо на задней площадке, мы отправляемся играть в теннис и знакомиться с другими героями. Настольный теннис для незрячих или шоу-даун – спортивная игра с элементами тенниса и аэрохоккея. Побеждает тот, кто первым наберет 11 очков. По два очка отдается за попадание во вражеские ворота, еще по одному – за ошибки соперника. Например, если тот дотронется до мяча чем-то, кроме биты, уронит его или попадет в разделяющий экран. Дмитрий Михайлов играет в шоу-даун с 2020-го и скромно признается – пока получается не очень. Однако в прошлом году это не помешало ему занять первое место на соревнованиях в Железногорске. Демонстрирует нам спортивный инвентарь. Он более усовершенствованный, чем у обычных спортсменов. Ракетка специальная, чтобы более удобно ей играть с таким шариком. Шарик у нас такой звонкий, чтобы было слышно, как им играть. Ну и раз защитная ракетка, перчатка, шарик-то сильно летит, чтобы пальцами отбивать. Специальная защитная есть у нас перчатка. Но есть еще один важный элемент экипировки. С него мы и начнем, чтобы попробовать свои силы в этом виде спорта. Вот так вот держите. И ракетку надо чуть-чуть под наклоном держать вперед, чтобы шарик не улетал от забора. Вот так вот самое главное. Потому что вот так она и улетела. А, отлетит сразу. Чтобы уравнять правила, все игроки надевают непрозрачные очки. В том числе они служат и для защиты. Помимо правильного положения ракетки, есть и другие тонкости. Например, в начале игры нужно предупреждать, что подаешь мяч. Соперник должен приготовиться отбивать удар. Но чтобы это сделать, мяч еще нужно найти. Так он не катится. Он уже остановился. Он сейчас в спине подачи. После нескольких неудачных попыток и пропущенных ударов, оказалось, что если прислушиваться, все-таки можно понять, куда катится мяч. Но когда он ударяется о борта стола, грохот абсолютно дезориентирует. Но все же дело пошло быстрее. У Владимира Уварова поначалу с игрой в теннис тоже шло не все гладко. Самый первый матч он помнит до сих пор. Я играл с человеком, который уже давно играет. Я просто даже не успевал понять, что он уже ударил. У меня уже шарик лежит в лузе. И у меня он очень часто улетал. То он сделал, в окошко попаду, вот это вот стеклянное. То он вылетит. Удары были слабые. Это даже было интересно играть. Ну вот в Железногорске два месяца с половиной находимся. И только на втором месяце уже относительно, более-менее, хорошо начало получаться. Так как люди в центре реабилитации слепых очень разносторонние, интересных активностей тут хватает. Этим летом, например, проводился кулинарный поединок. Подготовка к любому застолью начинается с кухни. Здесь в центре есть специальные гаджеты, которые значительно упрощают кулинарный процесс. Например, приборы, позволяющие безопасно резать овощи или наливать кипяток. Их удалось закупить благодаря выигранному гранту. То есть, когда он начинает пищать, можно пока дикинуть. Но основные блюда участники соревнования варили, жарили и петли дома, чтобы показать, насколько хорошо они адаптировались к готовке вслепую. В центре им предстояло сделать лишь финальный штрих – бутерброды. Мы готовили дома. У нас был, у всех был определенный набор продуктов. И из них мы должны были приготовить пять позиций блюд. И шестое – это напиток. Это был минимум. С минимумом, конечно, я справилась. Екатерина Пожарская училась готовить в центре целый год по проекту «Уют в каждом доме». На оценку судей принесла салат из пекинской капусты, песочное печенье, рис, грибной суп, компот и любимое блюдо со времен обучения – курицу по-студенчески. Готовилась с большим количеством томатного соуса, майонеза, чеснока. Это все запекалось. В наше время это еще и обычно жарилось, но запечь было в этот раз быстрее. А Сергей Байков домашнему уюту предпочел испанский шик. Тем более он, как заядлый путешественник, разбирается в этой кухне. Тортилья была испанская, картошка, яйца, лук. Даже там стихотворение приготовил. То, что был я в Испании. Не раз я был в Испании. И, естественно, эти все блюда я пробовал. То есть это страна такая очень удивительная. Да почему бы нет? Видите, вот тут пошел конкурс, сразу уже захотелось это применить, так сказать. Отдельно для Сергея важна эстетика. Даже когда готовят для себя, любят, чтобы все было аккуратно разложено по тарелкам. Ведь подача – элемент не менее важный, чем само блюдо. А трудности они как-то решаемы. То есть если человек себя настроил, потому что от настроек очень многое зависит. Если он так себя позитивно настроил, то я хочу подарить людям праздник. Прежде всего. Это главное для меня. Подарить людям праздник. Обыграть неуловимого соперника. Поставить первый в России танец с собакой под живую музыку. У каждого из этих людей свои цели и море позитива, позволяющие обойти любые преграды. А значит, все только начинается. В эфире программа «Коллеги». И сейчас на прямой связи со студией автор специального репортажа, который мы сейчас показали, корреспондент телерадиокомпании «Сейм» из Курска Диана Пахомова. Диана, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Диана Пахомова – студентка Курского государственного университета. Стать журналистом мечтала с детства. Социальные репортажи нашей героини вызывают общественный интерес. А еще Диана увлекается фотографией. Диана, вы начинающий журналист, еще учитесь в институте, и вдруг берете такую важную, но все-таки сложную тему про людей с ограничениями по зрению. Репортаж получился легким, интересным, но хочу сразу вас уточнить. Это было редакционное задание или лично ваш выбор? Это был мой выбор, хотя, конечно, он был согласован с редакцией, коллеги мне вам много помогли, но инициатива была моя, потому что я вспомнила одного своего друга, у него как раз-таки нет зрения с рождения, и он меня очень удивлял всегда тем, что человек очень разносторонний, хотя у него есть определенные трудности в жизни, но он знает русский, турецкий, английский, учит немецкий, учится на диктора. И мне хотелось показать жизнь таких людей, показать, что они многое могут, иногда даже больше, чем мы. И вам это действительно удалось? А скажите, пожалуйста, что этот сюжет открыл лично вам, и насколько сложно над ним было работать? Работать было не то, чтобы сложно, а работать было страшно, потому что это мой первый спецрепортаж, и я просто боялась такого объема, но как-то по чуть-чуть начала писать, и что-то получилось. А для себя я узнала, что очень много есть вещей, которые способны люди с особенностями зрения. То есть они играют в теннис, они занимаются плаванием, пауэрлифтингом, они даже занимаются каратэ. И меня, честно сказать, это даже немножко потрясло, потому что я не ожидала, что будет столько видов спорта, которые они способны покорить. В этой ситуации, конечно, понимаешь, что все наши проблемы, они абсолютно меркнуты по сравнению с теми, которые возникают перед людьми с ограничениями. К тому же я заметила, что не всегда люди с ограничениями настолько ограничены, как нам кажется. То есть да, в некоторых моментах им нужна помощь, но в других они от нее отказываются. То есть было такое, что я предложила своей героине помочь ей спуститься с лестницы, и она удивилась и ответила, зачем, я же могу сама. То есть это тоже для меня было какое-то небольшое открытие. Диана, вы сказали, что это первый ваш специальный репортаж, но я так понимаю, это не первая ваша работа про людей с ограниченными возможностями. Один из ваших репортажей вызвал общественные интересы, даже удалось помочь герою. Что это за история, расскажите. История довольно грустная, потому что в Курской области есть молодой человек, его зовут Дмитрий. Он имеет диагноз ДЦП, и при этом он живет в деревне, ему нужна особая инвалидная коляска, которая способна проезжать, собственно, по деревенским дорогам, или хотя бы просто по дому, потому что у него дома порожки, которые его коляска преодолеть не может, его просто вывозит бабушка. И даже во двор он не может выехать, потому что летом трава мешается, зимой снег. И вот этот молодой человек участвовал в конкурсе, где можно было выиграть коляску, которая сама спускается по ступенькам, которая бы сделала самостоятельным. И он попросил нас помочь как-то рассказать людям эту историю. Мы поехали, пообщались с ним, пообщались с его бабушкой. Он оказался очень приятный, очень общительный, он любит стихи. И в итоге этот сюжет привлек внимание общественности. И вот администрация нашего города теперь подарит ему эту коляску. Насколько я знаю, она уже даже заказана. Так что я думаю, поедем снимать хорошие новости. Диана, скажите, пожалуйста, вот когда вы снимаете подобные истории, как боретесь с чувствами, которые могут нахлынуть в самый неподходящий момент? Ну, конечно, я начинаю сопереживать, стараться думать, как я могу помочь, становится грустно. Но я понимаю, что все-таки я должна транслировать эту историю, а не добавлять своих эмоций. Я стараюсь погрузиться в героя, стараюсь подбодрить их, потому что вижу, что они волнуются. Они немножко смущаются перед камерой, я сосредотачиваюсь на них и стараюсь делать так, чтобы они вообще забыли, что есть операторы, еще кто-то. Просто я, просто герой, мы просто общаемся. Диана, а какие еще темы вам интересны, в первую очередь как журналисту, хоть и начинающему? Ну, больше всего мне все-таки интересна социальная тема. Мне нравится знакомиться с интересными людьми, мне нравится рассказывать о них зрителям, и мне нравится раскрывать их с разных сторон. То есть, грустно, когда на человека вешается какой-то один ерунг, например, ну, грубо говоря, что он инвалид по зрению, или что он занимается определенной профессией, и все. То есть, он наверняка что-то любит, у него есть какие-то интересные истории, воспоминания. Мне нравится как-то это немножечко распутывать, как клубочек, и рассказывать людям, какие другие люди у нас бывают. С коллегами мы часто в этой студии обсуждаем, чем живет конкретный город, что интересует или беспокоит людей. Диана, видно, что вы человек наблюдательный. А скажите, какой он, сегодняшний Курск и его жители? Сегодняшний Курск, по крайней мере, для меня, это, в первую очередь, очень динамичный город. То есть, это то, что меня удивило, когда я стала работать журналистом. На самом деле, меня потрясает, наверное, каждый герой, которого я встречаю. Например, очень интересная героиня у нас была женщина, которая разводит лобаев и пишет про них рассказы. То есть, мы тоже снимали про нее сюжет. Она рассказывала, что собаки – это ее главное вдохновение. У нее их, наверное, четыре крупные и маленькая бульдожка. И вот она пишет про них, она с ними живет. Мы к ней ездили. Поразительно светлый человек. И такая, знаете, небольшая хрупкая женщина в окружении вот этих огромных собак. Это очень впечатливо, если честно. Диана, я знаю, что вы увлекаетесь фотографией. А скажите, чаще всего, в какую сторону смотрит объектив вашей камеры? Кто или что попадает на ваши снимки? Больше всего мне нравится стиль, который называется стрит-стайл, то есть, уличная фотография. Это случайные снимки на улицах города, когда я могу просто поймать какой-то интересный кадр или момент. Мне очень нравится то, что они живые, такие настоящие. И даже когда я снимаю моделей, то есть, все-таки постановочных, я постановок стараюсь избегать. То есть, я даю им какое-то задание и пытаюсь поймать тоже какую-то жизнь. То есть, самая лучшая, наверное, съемка у меня была с балериной, которая танцевала. И я просто бегала вокруг нее с фотоаппаратом, старалась сделать вид, что меня нет, и вот ловила все эти движения. Но вы профессионально этим искусством занимаетесь? Потому что я знаю, что у вас была даже выставка. Я закончила три профессиональных курса по фотографии. Один из них длился целый год. И вот как раз для выпускников этого курса была организована выставка. Каждый представлял свой проект. Мой проект был немножко бунтарский, потому что очень много нам на курсе говорили о том, что каждая фотография должна нести какой-то смысл. Я решила с этим поспорить, потому что, мне кажется, если фотография красивая, это уже смысл. Поэтому я фотографировала провода, дома, столбы, какие-то металлические балки, составляла из них немножко сюрреалистичные коллажи. То есть смысла у них было никакого. Но они были красивые. И я думала, что если зритель просто посмотрит и подумает, ого, необычно или красиво, значит, моя цель как фотографа уже выполнена. Диана, вы и начинающий журналист, и, можно сказать, уже состоявшийся фотограф. А какая у вас мечта? В первую очередь я бы, наверное, хотела делать такой материал, неважно, это будут статьи, сюжеты или фотографии, которым я буду гордиться. Плюс мне бы хотелось все-таки продолжить вызывать у людей эмоции, неважно, грустные или хорошие, просто чтобы люди что-то чувствовали в виде моей работы. И, наверное, я бы хотела когда-нибудь написать хорошую книгу, чтобы она тоже как-то помогла задуматься, тоже вызвала какие-то эмоции. Диана, пусть эти мечты и планы воплотятся в жизнь, пожелаю вам стремительной журналистской карьеры, чтобы вы получали удовольствие от своей работы. Поверьте, журналисту это очень важно. Но для начала все-таки пожелаю вам окончить вуз с красным дипломом. Я знаю, что вы на него идете. Да, все верно, спасибо. Спасибо вам за участие в нашей программе и до встречи. До свидания. В небо невозможно не влюбиться. Так говорят планиристы, подчеркивая, что именно полет дает вдохновение. Новосибирский телеканал ОТС в течение года снимал фильм «Планеризм. Шахматы под адреналином». Это название журналистам подсказал главный герой проекта – спортсмен Валерий Зайцев. В ленте, фрагмент которой мы сейчас покажем, речь пойдет о мастерах планерного спорта, которые сами поднимаются в небо и учат юных любителей. Давайте посмотрим. Друзья, этого момента мы ждали всю жизнь. Полет на планере – это гармония с собой и с природой, где ты не чужой. Это волшебные моменты, когда ты можешь увидеть привычные вещи с другого ракурса, из-за кулис природы. Парить на планере – это будто плыть в пятом океане, как дельфин. Это мечта. Это как во сне. Знаменательно было это полеты над облаками, когда умудряешься из-под облака, в потоке обтекания облака, и прямо вдоль него, когда ходишь и летаешь, это одни ощущения такие, чтобы взять просто охота. Более того, ты же когда летишь, ты над такими завитками через них проходишь. И более того, когда просто летишь, ты просто летишь. А тут ты эту скорость ощущаешь. Да, прямо вот видно в динамике все это самое. Оторвался от земли – щелк, и тебя накрывает волной адреналин. Планерный спорт – это шахматы под адреналином. Такое определение своему увлечению – нет, это просто слишком. Дело в своей жизни дает Валерий Зайцев. Десятки тысяч полетов, 20 освоенных планиров. Валерия Зайцева можно назвать гуру авиации. Он один из создателей и идеологов современного планиризма в России. Мастер спорта СССР, много лет входивший в сборную команды Родины. Защищал честь страны на международных соревнованиях. Инструктор и тренер, подготовивший сотни спортсменов. Любовь к небу тесно переплелась с работой в Сибирском научно-исследовательском институте авиации. Частичка его труда есть практически во всех сегодня летающих самолетах нашей страны. Зайцев участвовал в процессах отработки аэродинамических характеристик десятков летательных аппаратов. Опыт работы по созданию современной и перспективной авиационной техники позволил стать одним из ведущих специалистов России. Он не только контролирует качество производства самолетов сибня, исследуя их характеристики в аэротрубе, но и сам может собрать, починить планер или любой другой летательный аппарат. Зайцев стоит на коленях перед планеризмом. Да, это мой планер первый. Вообще я у него первый. Валерий Зайцев не коллекционер, но по всей стране ездил, чтобы собрать в одном регионе планеры, обиженные временем и человеком. И не просто собрать, а дать вторую жизнь, поддерживая в идеальном состоянии. Теперь в Новосибирске есть уникальные базы летательных аппаратов, которые нет нигде в России. Только у нас можно, начав с детской брошки учебного снаряда, научиться управлять спортивным аппаратом открытого типа с размахом крыльев более 20 метров. Только у нас есть действующие планеры выпуска аж 1976 года. Это самый старый спортивный планер, который есть в стране, Кобра-15. И таких у нас два. Он деревянный. То есть это все, что вы видите, это пластиковые, а вот это их прадедушка, это деревянный. Он очень красивый, сделан еще по-старому. Видно, что тут дизайн даже немножко отличается. Новые планеры строят мало. И стоят они столько, что не может выложить любитель или даже мотивированный спортсмен. Раньше летательные аппараты покупали на государственные деньги. Теперь пилоты все сами. Зачем новые, когда можно хорошо соревноваться на старом? Потому что вот эти планира, они живут долго. Ну вот те же самые бланики, которые учебно-тренировочные, их разработали еще в 50-х годах, а лучшего сейчас нет. В Новосибирском клубе Валерий Зайцев отвечает за техническое состояние больше 45 планеров. Он вместе с командой единомышленников круглый год их обслуживает, ремонтирует, облетывает, чтобы предоставить спортсменам со всей страны возможность взмыть под облака. Здесь уникальная точка, в которой собраны практически все существующие еще на постсоветском пространстве. ЛАК-12, потому что литовцы отказались от их обслуживания, ну постепенно так отказались. А семья взяла на себя эту функцию. И постепенно вот во главе с нашим главным авиационным начальником здесь, Валерой Зайцевой, бригада делегации аэроклуба ездила по разным точкам страны и уговаривала отдать эти планеры прекрасные с тем, чтобы они здесь продлевали свой ресурс, а ребята оттуда, где их взяли, могли приезжать и летать на них. Мы, наверное, видели, постоянно показывают, как свалится в стопор, разбивается. Это потому, что их не учили в свое время летать на планере. Планер – это азбука для пилота. Еще одна метафора – трехколесный велосипед, на котором легко учиться чувствовать воздух. И в то же время планер – идеальное устройство, на котором можно стать ближе к птицам, виртуозам парения, прикоснуться к прекрасному. Планеры можно описать как музыку. Если мы возьмем любые полеты самолетов, планеров и все, планер – это классика, это симфония, это возьмете оркестр, то есть симфонический оркестр, это Бах, Шостакович, Чайковский – это планерный полет. Все остальное – это рок-н-ролл, попса. Нравится, наверное, вот это чувство полета, нравится, когда ты можешь потрогать облако, высунув руку в форточку. Нравится смотреть и видеть города, деревни, когда ты находишься на большой высоте. Вот, наверное, это еще частично адреналин. Василий Перевозчиков – воспитанник клуба, который курирует Валерий Зайцев. Молодой спортсмен не просто делает первые шаги в спорте, скачет семимильными шагами. Соперники уверяют – за ним не угнаться, но Василий скромничает. Я еще пока начинающий, грубо говоря, спортсмен, слетаю всего пару лет по соревнованиям. В августе 2022 года в Новосибирской области разыгрывали Кубок России по планерному спорту. Первую ступень к есталу почета занял Перевозчиков, на вторую поднялся – Зайцев. Годы идут, но по-прежнему для гуру аэродинамики. Планер – это и наука, и искусство, и спорт. Он спускается постоянно, он все время со снижением, как бомбардный самолетик. Бомбардный самолетик, если кинуть, он будет спускаться вниз и лететь. Это он постоянно спускается в планер. С километра он может пролететь, высоты километра может пролететь 28 километров. Задача футболиста – забить гол. Марафонца – быстрее пробежать длинную дистанцию. Прыгуна в длину, дальше прыгнуть. Смысл планерного спорта – как можно точнее пролететь по заданному маршруту, со средней, наивысшей скоростью и быстрее всех. Спортивный снаряд движется от одного воздушного потока к другому, снижается и вновь набирает высоту. От тучки к тучке мы это называем переход, планеристы. Переходы мы делаем на скорости, ну, естественно, 110, 120, а то и больше. Это ты живешь с природой. Планерный транспорт – это спортивный снаряд. Есть эта самая машина, есть лыжа. Чем отличаются лыжи от машины? Лыжи – это природа, это лыжня, это солнышко, это снежочек, это ини, это дятел, который стучит по соседнему дереву. А что такое машина? Назвал нога, и едешь. Ну, примерно такая же разница между основным, между планером и самолетом. Есть два сонаправленных и одновременно разновекторных движения. От управления самолетом к планеру, чтобы почувствовать прелесть свободного полета, и от планера к самолету, когда хочется не только максимальной скорости в 300 км в час, но и сверхзвуковой. Это не объяснить, это надо попробовать. Ощущение свободы, знаете, ощущение, я не знаю, адреналина для кого-то. Ровно год назад я впервые сел в кабину планера. То есть до этого я, допустим, летал на других типах, на летолетах, на самолетах. Но когда я здесь, меня прокатили, вот, кстати, инструктор сидит, который меня катал, я понял, что это вещь, которая без двигателя может выполнять все, что угодно, фигуры высшего пилотажа. При этом скорости тут, ну, далеко не маленькие, до 200 можно спокойно. 200 км, сейчас темп с двигателя, абсолютно чистая аэродинамика. Планер безопаснее самолета, потому что у самолета может заглохнуть мотор, и тогда ему попросту негде садиться. А у планера ничего не заглохнет. Небо – это Пятый океан, так говорят планеристы. Прямо сейчас горизонт закрывает тяжелые облака. Восходящие потоки обеспечены. Обычно гроза забивает всю термическую активность, но перед ней, как правило, сильное движение воздушных масс. Вот мастер спорта решается на полет. Быстрая буксировка, пара кругов – и все. Планер подразумевает единение со стихией, но если она не позволяет подняться под облака – возвращайся. Или садись, где можешь. Планера не вынуждена садиться вне аэродрома. Где застала судьба, скажем так, там и сел. Видео полетов Виталия Галычука из Краснодара вызывают восхищение. Он не просто снимает. Он установил в планере звукозаписывающую систему, чтобы комментировать все, что с ним происходит в воздухе. Если видишь стая ласточек где-то, что-то там делает, это они кушают мошкару, которую им заботливо собрал восходящий поток со всех окружающих полей. Так вот, вы теперь знаете еще один секрет, что творится под облаками, пока мы там мир находим по земле. Тут оказывается целое пиршество у всяких птичек. Виталий Галычук приблизился к мировому рекорду высоты. На сегодня потолок, которого достигли советские спортсмены, 10 600 метров над уровнем моря. Краснодарец уступает всего лишь 750 метров. Но амбиции поставить рекорд есть. Он, используя кислородное оборудование, взмывал и взмывает над высшей точкой Европы, Эльбрусом. Представьте возможности планера. Он способен подниматься в небо в пять раз быстрее лифта в многоэтажке. Планер, он не имеет двигателя, он летит за счет сжигания высоты. То есть у нас высота – это топливо. То есть ты летишь, снижаешься, 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 остановился, заправился высотой и полетел дальше. Вот сегодня с заправками проблем не было. Вот вы как раз таки видите, вот каждое облако – это заправка. Виталий Голочук снимает учебное видео для тех, кто только пытается освоиться в небе. Правда, скорее для взрослых, у которых есть деньги, возможности, время. В Новосибирске бесплатно учат детей. Не только теории, но и практики. Юношеская планерная школа при Сибирском научно-исследовательском институте – уникальное образовательное учреждение. В Новосибирской области первую юношескую школу создали во времена СССР. Воспитали там множество будущих летчиков, авиационных инженеров, конструкторов. Можно назвать десятки имен, прославивших авиацию. В том числе директора Сибня Владимира Барсука, который возродил школу ЮПШ на базе института в начале 2000-х годов. Первые подлеты курсанты в юношеской школе делают на один метр от земли. Опытные спортсмены поднимаются выше самых высоких гор. Эверест – 8 849 метров над уровнем моря. Рекорд высоты на планере – 10 тысяч с лишним. Это риск, но осознанный и просчитанный. Когда ты принимаешь решение на какое-то действие, да, бывает страх, бывает там что-то такое. Когда ты уже принял, когда ты уже летишь – все. Там таких вещей нет. Самое плохое – это когда ты начинаешь метаться от одного решения к другому. Поэтому нас всех учат, кто летает, принимать решение. Сегодня гуру планиризма, гуру аэродинамики, тренер, воспитавший десятки мастеров спорта Валерий Зайцев, смотрит на молодежь без зависти. Он делится своим небесным счастьем, потому что душа щедрая. Потому что знает больше и не жалеет отдавать. Музыка полета у него внутри. Зайцев, Охапкин, Барсук – они также стояли на перекличке, будучи воспитанниками юношеской школы планиризма имени Рыцарева. Молодые ребята, влюбленные в небо, сохранившие свою страсть на годы, десятилетия. Сегодня в их руках большая авиация и большая наука. Сегодня они готовят ступени для тех, кто завтра подхватит дело жизни. Вы смотрите программу «Коллеги». Сейчас с нами на связи ведущий редактор информационных программ телеканала ОТС, автор документального фильма о планеристах Светлана Антимонова. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Антимонова по образованию филолог. Работа с журналистом – ее детская сбывшаяся мечта. Лауреат разных профессиональных премий, среди которых телевизионный конкурс «Федерация». Кандидат в мастера спорта по альпинизму. Шесть раз поднималась на вершины высоких гор. Светлана, скажите, а вам во время съемок фильма удалось подняться в воздух вместе с героями и испытать это непередаваемое чувство полета? Безусловно, вся съемочная группа, было несколько операторов, со мной работали, и все поднялись в воздух, и все полетали. У меня было совершенно незабываемое впечатление, потому что хотели меня, конечно, удивить, хотели поразить. И были совершенно невообразимые пируэты, бочки, штопоры. И хотел освежать от счастья, но страшно не было нисколько, потому что катал меня главный герой моего фильма «Валерий Зайцев». Ну, как раз и мне кажется, что все ваши герои настолько увлечены небом, что одно общение с ними мотивирует отправиться с ними в полет. Это как раз дорогого стоит. Безусловно, конечно, конечно, конечно. Вы к съемкам как-то особо готовились? Потому что все-таки подняться в воздух и еще выполнять разные кульбиты не каждый сможет. Ну, конечно же, не я выполняла кульбиты, меня катали. Ну, это понятно, но вестибулярный аппарат не у всех сильный. У меня сильный, потому что я альпинист, КМС по альпинизму, и неоднократно бывала на семитысячниках, поэтому меня организм подготовлен. Планер, конечно, уникальный аппарат. Он, как было сказано в материале, заправляется высотой, не имеет двигателей. Высота — это топливо. Скажите, Светлан, а о каких еще интересных фактах вам удалось узнать во время работы над этим фильмом? Было очень много интересных моментов. Вот, например, мы снимали и зимой, и летом. Зимой были огромные сложности, потому что планеристы, они сильные волевые люди, и даже минус 25 мороза их не пугает, но камера при такой минусовой температуре замерзает. И однажды мы приехали, целый день отработали на морозе, записали множество интервью, но когда вернулись на студию, обнаружили, что нет ни одного звука. Это вот проблемы зимних съемок. А летом меня потрясло, что в Евсино, это аэродром, с которого стартуют пульниристы, это огромное поле усеянной ягоды. Землянику, там целый ковер земляники, они ходят, взлетают по землянике, садятся на землянику, и буквально там нужно за 5-7 минут было собрать огромное количество этой ягоды. Вот несколько таких фактов, которые меня потрясли во время съемок. А в какое время года интереснее снимать и летать? Зимой или летом? Безусловно, летом красочнее. Очень красиво осенью, очень красиво, когда деревья желтые, красные, и тогда, безусловно, просто потрясающая картина у тебя под ногами. Мы сейчас показали лишь фрагмент документального фильма. Полную версию можно найти, я так понимаю, в том же Ютьюбе, правильно? Да, полная версия часовая, и когда я делала короткую версию на полчаса, отрезала кусочки буквально от своей души, мне было крайне жалко. Ну поделитесь с нашими зрителями, что же мы не увидели? Вы не увидели кухню, которую не хотели показывать. Планера, на которых летают спортсмены, они старые. И, конечно же, спортсменам хотелось показать себя, показать с лучшей стороны. И вот эту вот старость немножко, ветхость мы спрятали. Но эти старые планера по-прежнему летают и по-прежнему поднимают воздух спортсменов. Вообще малая авиация сегодня переживает не лучшие времена в России? Безусловно, малая авиация переживает не лучшие времена, и они делились своей болью. Самое главное, это, конечно же, отсутствие финансирования. И это все делают люди, энтузиасты. Все только на их желание, на их энергии, потому что государство, к сожалению, сейчас помогает крайне мало. Светлана, вы кандидат в мастера спорта по альпинизму. Неоднократно поднимались на вершины разных гор. А для вас это спорт или все-таки отдых и возможность перегрузить себя? Безусловно, спорт, потому что я начала заниматься альпинизмом, когда мне было 14 лет. Научилась этому, умею делать это хорошо, и поэтому для меня это спорт больших достижений. Какие эмоции вы испытываете, когда покорили очередную вершину? Я, когда поднимаюсь в горы, я всегда беру с собой камеру. И самые лучшие моменты, которые я переживаю, я всегда могу запечатлеть на камеру. Скажу вам, это очень большой труд, потому что, когда ты идешь в горы, ты делаешь ту же самую работу, что и все твои напарники, что вся твоя команда. Но при этом тебе приходится еще делать дополнительную работу, снимать. Условно говоря, очень холодно, минус 30 градусов, но тебе нужно снять варечку, достать камеру, нажать на кнопочку. Всегда снимать в горах трудно. Но те кадры, которые остаются у меня на камере, это незабываемые впечатления. А бывало ли вам страшно, когда вы фактически одна поднимались на вершину большой горы? Страшно было. Я несколько раз попадала в лавины, и ситуация была такая, что на грани жизни и смерти, и, конечно же, я боялась. И когда ты стоишь, отряхиваешься, или когда ты выкапываешься из сугроба, из лавины, очень страшно. Один из самых страшных случаев, который со мной произошел, был на наших домашних горах в Горном Алтае. Мы попали в лавину в горах Актру. Причем это была спасательная операция, шли спасать и попали сами в такую жуткую историю. Нас было три человека, два мужчины и я. Нас закатало в лавину, нас всех разбросало, мы друг друга не видели, кто куда попал. К счастью, повезло одному из наших мужчин. Он оказался на поверхности, я была закопана, торчал только нос и рот из сугроба. Третьего не было вообще. И откапывая меня, наш третий участник нечаянно наступил и провалился, и попал как раз туда, где был третий наш человек. То есть, если бы не было первого, если бы не было нашей группы, мы бы все могли там остаться. Поэтому всегда нужно плечо, которое тебя поддержит, поможет. И в работе тоже это плечо нужно? И в работе, безусловно. Моя команда, я очень горжусь своей командой, которая работает со мной на телекомпании ОТС. Светлана, а как часто вам удается понаблюдать за жизнью родного города? Может, вас, как журналисты, что-то за последнее время удивило, потрясло, порадовало? Самое прекрасное, что с нашим городом приключилось, Новосибирск был выбран новогодней столицей России. Он прекрасно украшен, очень красивая иллюминация. И даже просто ходить по улицам, которые ярко горят, это очень приятно. У нас самый большой каток в России, у нас очень много праздничных мероприятий прошло. И я думаю, что этот Новый год новосибирцы запомнят надолго. Начался Новый год, время строить планы, в том числе и профессиональные. Светлана, а о ком или о чем вам бы хотелось еще рассказать своему зрителю? О ком или о чем? Безусловно, наверное, о своей работе. Потому что коллектив, который меня окружает, ребята, которые меня окружают, работают настолько профессионально, интересно. И я хочу, чтобы у них было хватало задора для того, чтобы делать свою работу хорошо. Светлана, спасибо вам большое. Пожелаю еще больше интересных проектов, которые вам, как журналисту, открывают новые горизонты. А еще, чтобы вы и дальше наслаждались своей работой. Я более того скажу, ловили от нее кайф. Спасибо, стараемся. И привет вашей замечательной команде, всему каналу ОТС. Спасибо, спасибо, до встречи. Журналист, связующий звено не только с регионами, но и с людьми, живущими там. Ведь благодаря работе репортеров на местах, мы можем познакомиться с теми, кто так далеко от нас. Например, жителями Курска с ограничениями по зрению. Или новосибирскими планеристами, влюбленными в небо. Наша программа завершена. А коллегам я напоминаю, что мы ждем новые интересные истории, лучшие из которых выйдут в эфире общественного телевидения России.